Сегодня Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому для лишенников повышаются штрафы, а также отменяется скидка на штрафы ГИБДД. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Как я уже рассказывал ранее, 14 июня 2022 года Госдума одобрила сразу два законопроекта, которые предусматривают ужесточение наказания для взрослых нарушителей ПДД. В первую очередь речь идет о лишенниках, которые неоднократно повторно садятся за руль, будучи лишенными водительских прав. Первый законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Второй законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальные кодексы России. Буквально только что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который вносит изменения в КОАП. Я напомню, на сегодняшний день, согласно части 2 статьи 12.7 КОАП РФ, за управление транспортным средством водителем, который лишен водительских прав, грозят три варианта наказания. Первое это штраф 30 тысяч рублей, второе это административный арест до 15 суток, третье это обязательные работы от 100 до 200 часов. Однако на сегодняшний день в КОАПе не предусмотрено отдельное наказание за повторность этого нарушения. То есть человек может и 10 и 20 раз ездить без водительских прав, каждый раз отделываться либо штрафом, либо административным арестом, либо работами. То есть в принципе ничего ему не мешает, затем повторно опять сесть за руль после отбытия этого наказания. В связи с этим в КОАПе было принято решение ввести отдельную статью за повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав. Так, одобрен он сегодня во втором чтении депутатами законопроектом, статья 12.7 КОАП РФ дополняется новой частью 4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Влечет наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Таким образом, за первый случай, когда человека поймают после лишения прав, ему по-прежнему будет грозить либо штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. За повторное такое же нарушение, то есть когда его после этого повторно поймают за рулем, будучи лишенником, ему будет грозить уже штраф от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы от 150 до 200 часов. Помимо этого, в ходе подготовки ко второму чтению в текст документа были внесены новые положения. Согласно этим поправкам, часть 2 и часть 4 статьи 12.7 вводятся в число исключений, на которые не распространяется скидка в размере 50% за своевременную уплату штрафа ГИБДД. Таким образом, штраф за езду без прав, а также штраф за повторное такое нарушение не будут подпадать под действие данной скидки. То есть водителям в случае такого нарушения придется оплачивать эти штрафы в полном объеме. Еще раз напомню, что в первом случае это штраф 30 тысяч рублей, во втором от 50 до 100. Согласно тексту этого законопроекта, указанные нарушения будут рассматриваться в судебном порядке. При этом таким нарушителям будут применяться задержания, отстранения от управления, а само транспортное средство будет помещаться на штрафстоянку. Теперь этот законопроект должны одобрить в третьем окончательном чтении Госдумы, после чего направят в Совет Федерации и на подпись президенту. В тексте законопроекта не указана точная дата вступления в силу, соответственно, по умолчанию эти поправки вступят в законную силу по истечении 10 дней после даты официальной публикации подписанного президентом закона. Вот такая вот информация, а что вы думаете по поводу этих изменений, своим мнением вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что рассмотрели его до конца, всем удачи на дорогах и всем пока!